Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Моменты истины». У нас в студии главный редактор «Моменты истины» Евгений Гневушев, я Стас Симонов. Начнём издалека. Итак, 18 декабря, Санкт-Петербург. Дмитрий Пирог, спортсмен, депутат, сидит в кафе, в ресторане и пытается получить удовольствие от этого. Заказывает себе какую-то еду. Атлантическую селёдочку, атлантические креветочки. Заказывает самый главный бокал французского вина. Казалось бы, что в этом плохого? Ничего. Замечательно. Маленькая тонкость. Этот бокал стоил 14 тысяч рублей. А общий счёт около 20. Вот на чеке можно увидеть. И, возможно, из-за этого и вышел конфликт. Потому что, вроде как, не было денег сразу расплатить. Скандал. Прямо скажем, скандал. Пирог был возмущён тем, что какой-то один бокал стоит сумасшедших денег. Денег у него то ли хватило, то ли не хватило. Неважно. В общем, милиция. Точнее, полиция. В общем, скандал. И это всё заканчивается ничем. Вопрос такой. А Дмитрий Пирог – это депутат от Краснодарского края. Вот. Это очень важный момент. А мы знаем, что в Краснодарском крае есть свои замечательные вина. Что не за патриотический заказ французского вина. Ну, бог с ним. Главное, что мы делали расследование по поводу Асланбия Нагова, который пытался заняться выращиванием винограда для производства краснодарских видов. Всё бы хорошо, если бы не Виктор Бударин, правильно я произношу фамилию, с которым столкнулся Асланбия Нагова. Но к чему у нас такая длинная и, может быть, на первый взгляд, непонятная подводка? Мы хотим просто задать такой вот и Дмитрию Пирогу тоже вопрос, и краснодарским чиновникам. Когда же мы, наши депутаты, будут, и не только депутаты, люди небедные, которые могут себе позволить французское вино за 14 тысяч стакан, а там не больше 400 грамм было. Когда они с гордостью будут заказывать краснодарские вина? Не французские. Да, не французские, а краснодарские. Сколько нужно потратить времени, сил, чтобы вырастить эти виноградники, рецепты вот эти сохранить все. И вот как раз вот такой показательный случай, расследование, которое выходило у нас на нашем канале, как Асланбий Нагой решил заняться виноделием в Краснодарском крае. И что из этого вышло? И посмотрев это расследование, вы, может быть, сами себе ответите на тот вопрос, когда у нас вина будут? Когда краснодарские вина будут пить так же престижно, как французские? Давайте посмотрим. Давайте, друзья, посмотрим. Прокуратура начала исторично звонить в суд, просила, чтобы не выписывали исполнительный лист, и что они якобы добровольно исполнить. Я говорю, ничего подобного. Я говорю, если они хотят добровольно исполнить, я говорю, пускай таблицки пишут на мое имя гарантийное письмо. Прокурор Краснодарского края получает через две недели после этого покушения коттеджи стоимость 38 миллионов в поселке Утриш. Он собрал больше 50 предприятий. Некоторые предприятия, которые получил, были совершены убийства. Скажем, сегодня вот компания ОБД, которую он получил в девяностых годах, прежде чем оно к ним перешло, было убито три человека. Во время тотальных санкций против России жизненно необходимы собственные производства внутри страны. Государство готово поддерживать предпринимателей деньгами, льготами, отсрочками. Но почему все-таки импортозамещение идет со скрипом? Во-первых, гораздо проще купить что-то за рубежом, сделать свою наценку и продать в России, чем выстраивать сложный производственный процесс с нуля. Во-вторых, это боязнь предпринимателей по-настоящему вкладываться деньгами, временем и здоровьем в российский бизнес. Исковый страх в один момент оказаться без дела всей своей жизни из-за какого-то наглого чиновника или коррупционера, который из-за вседозвольности со своей рейдерской шайкой может просто отобрать любое понравившееся предприятие. Именно такой случай рейдерского захвата винодельни стоимостью в десятки миллиардов произошел в Краснодарском крае. Бизнесмен Аслан Бий Ногой не только потерял свой бизнес, пережил покушение, но и остался с уголовным делом. Таким образом мы при российской цене начали выпускать продукции европейского качества, что было и отмечено на рынке. Мы даже не успевали все контракты в 15-16 году выполнять. Дело идет, виноград растет, вино продается, люди работают, надо бы расширяться и угораздевал Аслан Бию Ногому пойти расширяться в Краснодарский край. Да еще банк Кубань Кредит сам предлагает деньги. Типа возьмите, мы вам поможем. Помогут скоро. Банк Кубань Кредит, самый большой банк Краснодарского края. И ее владелец Бударин Виктор Константинович, почетный банкир, герой труда Краснодарского края. Персона, особо приближенная к губернатору. Или наоборот, губернатор приближенный к Бударину, как к кошельку Краснодарского края. А потом уже когда запланировали реконструкцию, закладку новых виноградников, появилась потребность в кредитных средствах. И как раз в это время к нам с предложением сотрудничать обратился банк Кубань Кредит. За этот период мы взяли около 1,7 миллиарда рублей кредитных средств и вернули больше 1 миллиарда. Было возвращено больше миллиарда. Все вроде довольны должны быть. Но у банка планы были другие. Они решили забрать все. А для этого нужно было вогнать компанию в долги. Что, собственно говоря, и было сделано. 14 января я встретился с зампредседателем управления Александр Калинич, который ввел наш проект. У меня к нему было предложение, просьба отозвать требования расторжения кредитных договоров, потому что на тот момент у нас были деньги для погашения просроченной задолженности. Но он отказался, что дальнейшее сотрудничество для них потерялось смысл и они заберут залоговое имущество. Вот она главная цель забрать имущество вместе с бизнесом. Вот так взял денег в Кубань Кредит. Изначально схема была дать денег и обобрать до нитки. А какова же интересна стоимость залогового имущества? Мы рассчитывали на длительное сотрудничество. И мы об этом даже не сомневаясь, передали в залог все свои активы, которые стоимостью более 5 миллиардов. Залоговое имущество при кредитах 712 миллионов. У нас залоговое имущество заложено было по балансовой стоимости на 4,8 миллиардов, который банк был оценен. Банк был оценен 870 миллионов. То есть даже по оценке банка этих залогов более чем было достаточно. Агрофирма Кубань, которую мы могли продать за 700 миллионов и что позволило нам рассчитаться полностью с Кубан Кредитом, было заложено всего за 100 миллионов. Здесь, конечно, мы пропустили этот удар и юристы, и я в том числе в первую очередь. Выгодная такая сделка за 712 миллионов отобрать имущество на 9 миллиардов. Об этом мы рассказывали два года назад. Сразу после выпуска к предпринимателю и в нашу редакцию обратились другие пострадавшие от деятельности преступной группировки банкиров Краснодарского края. Знаете, когда мы с вами сделали первую публикацию, ко мне позвонило, наверное, десятка-полтора людей, у которых он отнял имущество, лишил, знаете, акций предприятий и всего остального. И они говорили спасибо. Я говорю, ребят, если у вас проблемы, дайте. Я говорю, сделай все, чтобы это тоже пошло. Слушайте, у нас, говорят, семьи, дети. Если, говорят, сейчас они все живут и работают в Краснодарском крае, если сейчас, говорят, этот ворох мы поднимем, да, у нас документы есть, доказательства есть, что Бударин у нас отнял наше имущество, там, заводы, фабрики, земельные участки, то, говорит, что будет с нами. Я говорю, слушайте, я говорю, у вас что, больше детей, чем у меня, или больше внуков, чем у меня, говорю. А что, я говорю, вы детям оставите? Что, я говорю, эти мрази будут, я говорю, дальше жить и разгружаться, говорю, на нашей земле. Я говорю, что вы детям оставите? Но что же произошло с момента нашего первого выпуска? Да, а на дворе у нас, как говорится, 22-й год, и дело на сегодняшний день, естественно, не стянулось с мертвой точки. Все это же время мы десятки заявлений, жалоб с фактами обращаемся во все органы власти и силовые структуры. То есть это управление президента, мы написали уже пять обращений. Это Следственный комитет, это ФСБ, это правительство, Совет Федерации, Госдума, никто не откликается. Все спускают в Генеральную прокуратуру, Генеральную прокуратуру спускают в Краевую, а там сидит Табельский, который дал команду всем. Не дай бог, какое-то будет расследование тех жалоб и заявлений, которые поступают от нас. В ответах хоть какое-то разнообразие было? Может быть, хоть кого-то опросили? Нет, нет, никакого разнообразия. Все ответы были под копирку только о том, что его доводы безосновательны, о том, что в отношении его рассматривается в Темрюкском районном суде уголовное дело по статье 196 у Каеров о преднамеренном банкротстве компании ООО «Винодельный юбилейный» и все остальные преступления, совершенные в отношении Нагуя Сланбия Хаблюховича, о которых он заявляет. Это вот о рейдерском захвате, о покушении на убийство, о похищении он может представить Темрюкский районный суд. Бизнесмен Ослан Бий был вынужден продать свой бизнес, но в отношении его до сих пор открыто сфабрикованное уголовное дело. Что у нас сегодня происходит? Сегодня я был вынужден продать часть предприятий, а именно группу компаний «Юбилейная». То есть это агрофирма «Юбилейная», «Винодельная юбилейная» и агрофирма «Кубан». Это те активы, основные активы, которые находились в Краснодарском крае. Здесь меня к этому подвели технично, так будем говорить, с учетом того давления, тех сфабрикованных уголовных дел, которые были возбуждены. Поэтому я эти предприятия продал. Поэтому здесь что этому предшествовало? То есть у нас в 2019 году уже как бы эпопея продолжалась, и мы подошли к уборке урожая. То есть несмотря на все вот эти перипетии, уголовные дела, покушения и все остальные действия, банкротство, которые вошли в предприятие, тем не менее вырастили очень хорошие урожаи винограда, несмотря ни на что. Но, естественно, предположительно мы вырастили порядка 17-18 тысяч тонн ориентировочно урожая висел на кустах. И собрав этот объем, мы практически должны были получить порядка 600 миллионов. То есть мы могли закрыть те обязательства, которые у нас были перед банком Кубань Кредит. У нас еще на счетах было больше 300 миллионов. То есть практически мы могли закрыть собственными средствами все обязательства перед банками. Ну а с остальными кредиторами, естественно, очень было легко найти общий язык. Тем более рынок ждал нашу продукцию. Даже очень многие клиенты до последнего верили, что предприятие будет поставлять с учетом спроса, который был на нашу продукцию. Но это никак не устраивало Бударина. Поэтому, когда началась уборка винограда, когда ему доложили, что у нас идет активная уборка винограда, то есть мы не стали уже перерабатывать, потому что у нас емкости были залиты урожаемо предыдущих лет. Просто некуда было заливать. Ну и это было бы неправильно. Мы приняли решение продать виноград и рассчитаться. Ну и когда началась массовая уборка и активная, мы продавали практически во все предприятия Краснодарского края. Это Абрал Дюрсош, Оттуда Талю, Микстрим, Фанагория. То есть все практически предприятия, понимая и видя качество выращенного винограда, с удовольствием его покупали. Но это никак не устраивало у Бударина, поэтому он присылает свой ЧОП. У него есть такое тоже боевое подразделение, которое если предприятие или люди сопротивляются, то есть приходит ЧОП, блокирует работу предприятия, в чем была и попытка сделана. Но здесь у нас достаточно тоже своя серьезная охрана была, поэтому получили они серьезный отпор. И после этого они просто выставили посты и фиксировали, куда, сколько винограда производится и вывозится. Но когда поняли, что достаточно серьезные мы можем деньги получить и рассчитаться по всем кредитам, Бударин дает команду своим подельникам из силовых структур. И здесь у них такой товарищ Заутский, он является начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции ВУ МВД России по Краснодарскому краю. Заутский Павел Александрович. Его отец является директором ОБД и собственником, естественно, Бударин. То есть вот такое семейное предприятие. Здесь, естественно, с учетом его возможности, он дает команду ОБД, прилетает ОПЕРА, начинает машину арестовывать, с виноградом загонять в райотдел Тимрюкского района. Начали производить выемку документов в тех предприятиях, которые покупали виноград. Все делалось для того, чтобы предприятия не получили возможности рассчитаться по обязательствам, которые возникли благодаря их незаконным действиям. Поэтому, посмотрев на все эти действия, мы недополучили порядка, наверное, 6 тысяч тонн. И, естественно, это в деньгах больше 200 миллионов. И даже те деньги, которые они поступили, чтобы мы не смогли направить на погашение обязательств, они были арестованы на счетах. То есть все делалось для того, чтобы мы не рассчитались. Были арестованы на счетах. Поэтому, когда я уже окончательно убедился, что с учетом возможности, которые есть в Бударине, тут и он подключил еще одного подручного своего прокурора Краснодарского края Табельского, естественно, при таком давлении я понял, что дальше сохранить предприятие не получится никоим образом. Поэтому было мной принято решение о продаже части предприятий. Мысли у меня уйти из этого бизнеса не было. И сейчас даже нет. Необходимо заметить тот факт того, что заявление Нагоя Слабьеха Блюховича, направляемое неоднократно в прокуратуру Краснодарского края, не рассматривается, считается безосновательным. Но при этом заявление Бударина Виктора Константиновича по клевете регистрируется, принимается, рассматривается и в отношении Нагоя Слабьеха Блюховича возбуждается уголовное дело по клевете, по отношению к Бударину Виктору Константиновичу. Но вместе с тем, с данным уголовным делом, адвокат Нагоя Слабьеха Блюховича никак не может ознакомиться, его просто не допускают к ознакомлению с материалами уголовного дела. Ну да, вы знаете, были такие моменты, что достаточно серьезные люди приходили, говорили, ну что ты с Бударным никак не договоришься. Он вообще не был в курсе этой темы, якобы это замутил его старший сын вместе с Калинич, а потом уже когда это все завертелось, ну типа не сдаст же он сына, как говорится, не пустит для его подкаток, поэтому он вписался якобы за сына, и поэтому вот это все, что сегодня происходит. Я говорю, слушайте, ну если человек не был в курсе, ну пускай придет, сядет со мной поговорить. Я говорю, он уже от меня бегает. У него, знаете, даже когда пытались люди организовать встречи, у него первая реакция была, когда еще в начале 19-го года, он говорит, я, говорит, с этим гордецом не буду встречаться. То есть, ну вот такой человек... Ну то есть поставил он себе цель забрать все. Да. Забрать все и ничего слышит он не хочет. Там еще не только все, но еще и денег сверху. Да. Потом, когда уже доказали, что после покушения, когда я уже доказал, что после покушения прямое активное участие принимали сотрудники силовых структур, там, в принципе, были установлены и факты, но это все было, знаете, проплачено, все закрыто. Невозможно, что сегодня машина ДПС получила пять пробоин. Куда эта машина делась? И нашли эту машину, кстати. У меня есть точная информация. Но ее скрыли. То есть, прокурор Коснодарского края получает через две недели после этого покушения коттеджи, то есть коттеджи стоимостью 38 миллионов в поселке Утриш. Это вот Табельский, Табельский, да? Табельский, да. То есть, естественно, ему было очень неуютно. И с другой стороны, у него, знаете, своеобразное эго. Даже был такой момент, немало же поклонников той продукции, тех вин, которые мы производили, у нас за это время появилось. Даже ко мне поступил звонок, я поднимаю, представился федеральный чиновник на очень немаленькой должности. Он сказал, что он поклонник ВИН, он пристально отслеживает, что происходит вокруг наших предприятий. И ему очень неприятно, что сегодня это в стране такое может твориться. И он старается помочь. И он говорит, я лично знаю, говорит, Бударина, и поэтому, говорит, я попробую решить эту проблему. Но единственное, говорит, знаете что? Он человек, говорит, у него очень сильно завышенное чувство самооценки, говорит. Если вы его когда-то оскорбляли, унижали прелюдно, то с ним будет очень сложно договориться. Мой помощник, говорит, вами занимается уже полтора месяца, с учетом того, что вы делали, чем вы занимались, что сделано для района, я, говорит, постараюсь помочь. Ну и потом где-то через несколько дней он перезвонил, знаете, говорит, Бударин что-то совсем, говорит, закусился, ничего не хочет слушать. Актив, говорит, очень привлекательный. Ну, говорит, вложить 700 миллионов, получит 15 миллиардов, говорит, это же какой бизнес, говорит. Поэтому, говорит, не удалось нам его убедить, чтобы он, говорит, пошел на переговоры каким-то образом, говорит. Он категорически, говорит, отказывается. Вот так личная месть Бударина, и никто не может повлиять на фабрикацию уголовного дела и наглый захват успешного предприятия. Нам удалось по одному из жалоб получить решение суда о бездействии краевой прокуратуры. Представляете, какой нонс? Ну, это абсурд какой-то, чтобы по суду принуждать прокуратуру к действиям, к выполнению своих задач. Да, конечно, прокуратура это ОК Государево, да, то есть мы получили решение суда. Они, естественно, подали, краевая прокуратура подала апелляционную жалобу, апелляционную жалобу, что тоже интересно, оставила в селе. То есть 1 марта 2022 года это решение суда вступило в законную силу. Я, естественно, написал заявление о получении исполнительного листа, прокуратура начала исторично звонить в суд, просила, чтобы не выписывали исполнительный лист, и что они якобы добровольно исполнить. Я говорю, ничего подобного. Я говорю, если они хотят добровольно исполнить, я говорю, пускай таблики пишут на мое имя гарантийное письмо, что, уважаемый Асанбиха Плюхович, что не получаете, пожалуйста, исполнительный лист. Мы, как призванные стоят на страже соблюдения закона, исполним решение суда. Ну, естественно, такого унижения он не мог перенести, дал команду, и я получил исполнительный лист. Я когда с этим исполнительным листом отправил своих юристов в службу судебных приставов Краснодарского края, они отказались принимать его. Все равно наши обращения и жалобы имеют определенный результат. Он потихоньку становится токсичным. Это уже видно, это его раздражает. И он начинает, что сделать? Он обращается в заявление центрального округа города Краснодара о клевете. Якобы я его оклеветал. Знаете, даже с учетом его влияния на МВД, с учетом даже поддержки прокурора края, им пришлось сменить четырех следователей. Из четырех следователей ни один не смог установить, что я совершил нарушение в чем-то, написав заявление на него. То есть обратное никто не доказал, что он сегодня не создал ОПС, не совершил преступления. А приори никто ничего не расследовал. И естественно, он получил отказной материал, но это его не могло устроить. Он добивается, что дело передают в западный округ города Краснодара. Там тоже отказывают ему возбуждение, обратно передают в центральный округ. Ну, находят там кого-то, пятого следователя, который уже, естественно, возбуждает уголовное дело. Ну, возбудили уголовное дело по клевете, ну, возбудили. Ну, и бог с ним. Одним делом меньше другим. Я попросил адвоката ознакомиться с этим уголовным делом. И адвокат... И, кстати, мы совершенно случайно узнали, что возбудено уголовное дело. Мы получали справку об отсутствии задолженности. И получаем, что я нахожусь в федеральном розыске. В федеральном розыске по клевете? Вот по этому уголовному делу? Да. А мы не знали, что даже уголовное... Нас никто не уведомлений не прислал. Вообще, обыкновение такое, знаете, у правительственного города Краснодарского края не удосуживается. Есть требования, да, то есть прислать подъездку или что-то. На сегодня они погрязли в фальсификации, в подлоге уголовных дел настолько, что, знаете, даже страх потеряли. То есть закон, в моем понимании, что такое, да, совершаются преступления, но люди призванные, прокуратура, МВД, ФСБ, Следственный комитет, в любом случае должны действовать в рамках закона. А здесь абсолютно наоборот. Правовые нормы не действуют на территории Краснодарского края. К сожалению, Краснодарский край живет по своим законам. Все решается в основном связями и деньгами. А у Бударина и связи, и денег предостаточно. Некоторые его даже называют кошельком губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По моей информации, в 2019 году у него на счетах находилось больше 30 миллиардов рублей. То есть он сегодня платит. Он платит, чтобы вот эти все преступления не расследовались. И, естественно, знаете, деньги принимают от людей, пока они еще... Вопрос не только денег, а деньги принимают от него, пока он еще кому-то нужен. Он же не просто так сегодня совершает все эти деяния, которые... Он собрал больше 50 предприятий. Некоторые предприятия, которые получил, были совершены убийства. Скажем, сегодня вот компания ОБД, которую он получил в 90-х годах, прежде чем оно к ним перешло, было убито 3 человека. ОБД это что за компания? Чем занимается? Это блочное строительство. Одна из основных его компаний. То есть там было убито 3 человека, а, по-моему, где-то месяц через 8 это стало его собственностью. Честно говоря, в шоке. Кто сегодня следит за законностью в стране? Кто возбуждает уголовное дело? Прекращает. Я более чем уверен, что десятки тысяч бизнесменов сидят. Просто так. Потому что кому-то понравился их бизнес. Они не хотели отдать. Это продолжается, и конца края это мы не видим. И в одном из судебных заседаний, мы видим, знаете, интересный документ. Что я в 19-м году писал заявление о привлечении Будари на кулона ответственности, часть 159, часть 159, часть 4, за мошенничество. Оказывается, якобы в 19-м году мое заявление было зарегистрировано в центральном округе города Краснодара. И по нему был вынесен отказной материал. Но я этого отказного материала в глаза не видел. Самое интересное. Заявление мое поступило 20 сентября 2019 года в центральный округ МВД. А отказной материал 6 сентября того же месяца. Ну они предвидели, может быть. Они заранее отказали, но 14 дней раньше. Ну да, наверное, и, знаете, экстрасенсы еще работают. Ну и что интересно, когда вот это противостояние, то есть появились документы, то есть и они заилазили, начали испытывать определенное неудобство. И, скорее всего, этот документ возник в этом году. Потому что они решили показать, что все-таки к ним появились. Я уже сказал, Бударин потихоньку все равно становится токсичным. И некоторые уже люди, если бы это не было так, то я бы не выиграл сегодня вот это дело по бездействию. То есть я не получил бы исполнились. Он все равно токсичным становится, люди начинают сторониться. Он уже начинает проигрывать суды. Знаете, даже у него была раньше такая манера. Он берет в аренду земельный участок у города или у края. Начинает, получает разрешение на строительство. Подает заявление, чтобы ему продали этот земельный участок. Ну, естественно, ему пытаются продать по кадастровой стоимости. Он идет к прикормленным судьям. Судь снижает это в десятки раз. И он раньше таким образом получал в существенной экономии денежных средств. А я смотрю, в последнее время он начал проигрывать такие суды. Он даже сегодня, знаете, в Анапе затеял строительство на виноградопригодных землях. Там есть в Анапе так называемый АЗОС. Анапская зональная опытная станция, которая еще с 50-х годов занималась выращиванием саженца винограда. То есть это научная организация, которая занималась именно... И он умудрился построить незаконно на землях этой организации. Причем государственного университетного предприятия. И теперь пытается через суд отжать у них землю. И он недавно обратился в Анапский суд, чтобы забрать у них землю. То есть примерно таким же рейдерским захватом, ну, федеральные чиновники, как говорится, получат свой откат. И государство потеряет сколько-то гектаров виноградопригодной земли. Я уже несколько месяцев назад заключил соглашение с американской юридической компанией, которая работает активно в этом направлении. То есть сегодня установлено участие в ударенной и других проституциональных преступных группировках. Это отбывание денег, контрабанда и все остальное. Поэтому американскими юристами это очень интересно. Они, я думаю, что еще где-то месяц-полтора они закончат подготовительные работы. И если я в российских судах не добьюсь своего, естественно, мы подадим уже в американское судо. Тем более у него есть грин-карта в Америке с 90-х годов. У него, знаете, есть такое обыкновение, что после очередного совершения преступления он смывается в Америку, отстыживается, решает свои дела. Недавно по информации, которая есть, было совершено преступление, по которому он должен был получить не менее 10 лет. Его деньги закрыли этот вопрос. То есть это есть информация и у ФСБ, и у Следственного комитета. А что это за преступление? Ну, я предполагаю, что это связано, скорее всего, с отмыванием денег. Да есть, некоторую аналитику мы сделали по его предприятиям. Знаете, при оборотах, наверное, порядка, скажем, того же ОБД, там, порядка 50 миллиардов, у них убыток. То есть человек профессионально занимается, не платит налоги. А здесь же, знаете, очень просто параллель провести, сколько человек должен заплатить налогов. Ну, где-то в какой-то момент он прокололся, но благодаря своим деньгам он уехал в Америку, отстыживался там несколько лет, закрыл свои проблемы и вернулся. То есть это у него уже как правило. То есть накосячил, смылся в Америку, отсиделся, проплатил, закрыли все дела, опять перешел дальше, начинает гадить в нашей стране. То есть это его профессиональное занятие. То есть скоро у него вот эти вот ворота, там, дверька в Америку может быть закрыта, да? Или вообще его там могут арестовать в один прекрасный момент за финансовые преступления? У меня, в принципе, по той информации, которую уже собрали, а это американские юридические компании, они говорят, что сегодня, если мы до конца отработаем, предположительно, говорит, с учетом, говорит, сегодняшней ситуации, которая происходит в мире, отношений, говорит, к российским, говорит, олигархам, наворованным деньгам, говорит, ему, говорит, светит за финансовое преступление совершенное, говорит, его могут закрыть, гордеть на 300. Америке же не так, что условно человек украл миллиарды, а ему условно дали. Такого же нет. Так что посмотрим. Я думаю, что месяц, ну, они говорят, месяца через полтора закончат, и представят документы, и тогда будет принято окончательное решение, что мы будем дальше делать. Ну, конечно, я, надеюсь, иллюзий не питаю, что в российских судах чего-то можно добиться, но я думаю, что они очень сильно забегают, когда получат вызовы в американский суд. И будет очень неприятно, удивлены, когда начнут арестовывать имущество, денежные... Но там трудно откупиться будет. Естественно, естественно. Я сделаю все, что Бударин получил по заслугам, по моему мнению. Я этим окажу услугу не только себе, а многим бизнесменам предприятия, которые работают сегодня с банком Кубанкредит. Редакция «Момента истины» направит журналистские запросы ФСБ, МВД и другие структуры с требованием разобраться в происходящем и провести расследование. Сильная Россия будущего не может появиться, пока в регионах правоохранительная система подчиняется не законам Российской Федерации, а местным царькам с большими деньгами.